В Совете Безопасности выступает постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, прямая трансляция. ...федерацией и республикой Крым. О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и города Севастополя и образовании в составе Российской Федерации двух новых субъектов. Результаты референдума весьма убедительны. В голосовании приняло участие более 82% избирателей, а более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Эта цифра – выражение воли народа. Отвлекусь на минуту, меня поразило, как украинский поспред, пытаясь дискредитировать проведенный референдум, пользовался тезисами западной пропаганды, что, мол, например, к тем, кто не хотел голосовать, приходили на дом, да даже с полицией. Ну, может быть, кто-то из наших западных коллег не знает, но уж украинскому коллеге наверняка известно, что это наша старая добрая традиция при проведении выборов, если кто-то не может покинуть свой дом, скажем, по состоянию здоровья, то к нему могут прийти члены избирательной комиссии и дать этому человеку возможность проголосовать. Но не буду отвлекаться от темы, и не буду подробно останавливаться на всей картине произошедшего. Ее в деталях изложил вчера президент Российской Федерации Владимир Путин, с программным выступлением которого все присутствующие здесь, надеюсь, уже ознакомились. Отмечу лишь некоторые аспекты. Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украинцев, которые преимущественно считают русский язык своим родным языком, и порядка 290-300 тысяч крымских татар, значительная часть которых, как показал референдум, также ориентируется на Россию, к чему бы там кто-то не призывал в процессе подготовки этого референдума. Исправлена вопиющая историческая несправедливость, возникшая в результате волюнтаристских действий тогдашнего руководителя СССР Хрущева, одним рощерком пера, передавшего в 1954 году в нарушении действовавших конституционных норм российский регион Крым и город Севастополь, в состав входившей в единое государство Украинской Советской Социалистической Республики. Причем сделал он это без ведома населения Крыма и без его согласия. Никто не поинтересовался мнением крымчан и в момент распада СССР. Все эти годы граждане и многие общественные деятели Крыма неоднократно поднимали данную тему. Говорили, что Крым это исконно русская земля, а Севастополь русский город. И только теперь волей и осознанный выбор народа Крыма были в полной мере реализованы. Конечно, мы обратили внимание на реакцию некоторых наших западных партнеров, которые никак не могут избавиться от своих имперско-колониальных привычек диктовать свою волю другим странам и народам. А теперь нервничают, поскольку их геополитическая авантюра на Украине привела к столь неожиданным для них результатам. Народ Крыма сделал свой выбор, как сделал его и народ России. И этот выбор должен приниматься и уважаться всеми. Госпожа председатель, теперь что касается тревожной ситуации на Украине и международного содействия ей в преодолении острого внутреннего кризиса. Псевдодрузьям Украины надо наконец понять, что причина кризиса там не в России, а в безответственных действиях отдельных украинских политических сил и их зарубежных кураторов. Стремление подтолкнуть Украину, как и другие фокусные государства восточного партнерства, к искусственному выбору между Европейским Союзом и Россией, во многом и спровоцировало глубокий внутриполитический кризис, приведший к конституционному перевороту в Киеве. Однако в западных столицах, похоже, по-прежнему не испытывают никакого дискомфорта, делая ставку на людей, не готовых выслушивать мнение всего украинского народа и полностью подконтрольных руководству ультрарадикальной националистической организации «Правый сектор» и российской, антисемитской и ксенофобской по определению Европарламента «Партии Свобода». Именно с ними Евросоюз и собирается подписать в ближайшие дни политическую часть соглашения об ассоциации. В этой связи у нас вызывает удивление данная господином Шимоновичем односторонняя и приглаженная оценка ситуации в области прав человека на Украине. Особенно удивила подача господином Шимоновичем сюжета о майдановских снайперах. Ни слова не было сказано об убедительных свидетельствах того, что провокаторы стреляли и по представителям сил правопорядка, и по оппозиционерам, чтобы проложить путь к насильственному захвату власти. Нельзя делать вид, будто на Украине нет политически мотивированных убийств, массовых расправ и пыток. Нельзя делать вид, будто там нет похищений людей, нападений на журналистов и правозащитников, заключений в тюрьму по политическим мотивам. Нельзя делать вид, будто национал-радикалы, подобно талибам в Афганистане, не уничтожают и не оскверняют исторические памятники. Что нет холодящих душу инцидентов с явно российским, в том числе антирусским и антисемитским подтекстом, которые чинятся по приказу или с молчаливого согласия тех, кто засватил власть в Киеве. Доходит до того, что за голову журналистов киевские экстремисты назначают награды. Самопровозглашенная власть отключает зарубежные телеканалы, в массовом порядке закрывает въезд иностранным корреспондентам и даже делает попытки создать помехи ретрансляции спутниковых сигналов. И уж совсем вопиющий случай произошел вчера. Два десятка депутатов и активистов от пресловутой партии Свобода ворвались в кабинет, избили, допросили под камеры, увезли в неизвестном направлении и силой заставили уволиться генерального директора национальной телерадиокомпании Украины и телеканала Первой национальной. Кто же правит балом в Киеве? Распространение ненацистских лозунгов, героизация нацистских карателей и их бандеровских приспешников, призывы к расправам над русским населением Украины, над русскими вообще, то есть к действиям, имеющим все признаки этнических чисток, вооруженное свержение законной власти должны получить ясное и однозначное осуждение у всех тех, кто претендует на объективность. Вместо же этого с фальшивой тревогой ведутся разговоры об озабоченностях ситуации с правами человека в Крыму. Мести, где благодаря усилиям жителей и сил самообороны сохраняются порядок и верховенство закона. Мести, где крымские власти предоставляют гарантии всем меньшинствам без исключения. В этой связи особо хотели бы обратить внимание на тот факт, что в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию в Республике Крым будет три равноправных государственных языка русский, украинский и крымско-татарский. Крымчане при поддержке всего российского народа сделают все возможное для сохранения в Крыму мира и спокойствия. Им в этом не помешают никакие провокации наподобие той, что произошло сутки назад в Симферополе, когда в майдановском стиле стрельбой снайперской винтовки, которая велась из недостроенного здания напротив украинской военной части, были убиты двое безоружный боец сил самообороны Крыма и украинские военнослужащие. Какого-то штурма украинского военного объекта российскими военными, о котором говорил сегодня поспрет Украины, не было и в помине. Обращает на себя внимание, что этой явно спланированной провокацией тут же поспешили воспользоваться господа Яценюк и Турчинином, призвавшие украинских военных в Крыму применять оружие. Против кого? Против своих собратьев? Госпожа председатель, Россия готова взаимодействию со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в нормализации ситуации на Украине на основе широкого внутриукраинского диалога с участием всех ответственных политических сил и всех регионов. Формирование многостороннего механизма содействия урегулированию украинского кризиса могло бы способствовать переданное нашим партнерам российское предложение о создании группы поддержки для Украины. Ждем позитивного отклика на наши конструктивные инициативы. Мы по-прежнему нацелены и на продолжение обсуждения предложений направленных на выполнение соглашения от 21 февраля с целью наведения порядка начала всеобъемлющей конституционной реформы на Украине и прекращения провокаций ультра-националистических и радикальных сил в отношении русскоязычного населения и наших соотечественников на Юго-Востоке и в других частях Украины. В этих целях могут быть использованы и наблюдатели ОТБСЕ или Совета Европы при условии обеспечения их беспристрастного мандата и четкого согласования мест и модальностей размещения в различных регионах Украины. Благодарю вас, госпожа председатель. Итак, это было заявление постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина на заседании Совета безопасности.